Если вы смотрели мою первую пробежку по Пепельному каньону, вы помните, что закончилась она тем, что я ушел на Волчью гору. Мой дед-оператор, управляющий моими действиями в Лундаке, как он думает, управляющий, он потом заморозил эту выживалочку, но пару раз еще забрасывал меня в Пепельный каньон, начиная новые выживания на Сталкере. Те, кому пофиг, что там было в какой-то предыдущей серии, выключили уже это видео и ушли, а для тех, кому интересно, как в моей вселенной прошлое связано с настоящим и будущим, я продолжаю. Что в эти пару раз, пару раз узнал полезного? Ну, что тут в Пепельном каньоне бывают тайники. Вот если немножко ориентируйтесь, там пещера альпиниста, тут туша оленя, и недалеко от туши через бревнышко проходишь. Мне тут попался тайничок. Неплохой такой. Потом обнаружил канатик, за которым наверху две стайки птичек. Ну, между нами говорят, тут везде стайки птичек в этом каньоне. Но, значит, первая стайка птичек – это олень, тушка, а вторая стайка птичек… Чувачок так классно тут запрятался вообще. Но, конечно, его это не спасло. Однако, еще интереснее оказалось пойти влево от каната по указателю. Там нас встречает еще один канат, ведущий наверх. И если посмотреть влево вниз с обрыва, то можно увидеть домик, домик твою мою, мою, подумал я. Я подумал, что это такая секретная, супер недоступная какая-то долина, в которую можно попасть только лазая по канатам. Я залез наверх, я увидел домик, домик внизу. Естественно, я принял решение без всяких канатов спуститься к домику и благополучно спустился к концу этого выживания. Но это только подзадорило деда оператора. Он снова десантировал меня в пепельный каньон. Я заспавнился где-то на среднем уровне. Побродил. Нашел такой квадратненький проходик, в скале, к которому можно добраться только посредством паркура. Очень-очень понравилось это место. Как будто в блоксторе вернулся. Я б тут факелов в стены понатыкал. О, патрончики для револьвера, которого у меня нет. Нашел знакомый мостик. Помните, я эксперимент здесь вставил. Не пошел по нему. Вместо этого воспользовался канатом. Познакомился с местным Эдиком. Я Эдик. Я знаю. Потом воспользовался еще одним канатом и снова обнаружил то интересное место. И выяснил, что чувачок тут, оказывается, не каждый раз прячется. Имея в этот раз побольше, значительно больше здоровья и проявляя аккуратность и осторожность, я сумел таким живеньким спуститься вниз и дойти до до этого... заветного домика. Вот теперь-то заживем, подумал я. Субтитры создавал DimaTorzok